Их негде было взять, потому что все собирали, все этим питались. А тошнотики это как? Тошнотики, вот картошку выкапывали в колхозе. И их вот сыпали такими кучами и на зиму обкладали соломой, и на зиму их закапывали. И, может быть, кто-то и не умел обкладать, может быть, где-то, знаете как, вот она промерзала зимой. И вот эта картошка, которая была мороженая, на семенаж ее не опустишь, она уже порченная. И они вот приходили весной, перебирали картошку, значит, на посев, а эту мороженую куча сыпали. И вот эту мороженую картошку ходили, ходили, для себе выбирали, вот, где, вот, чтобы облупить, чтобы земли не было. И ее обрабатывали, мы эту картошку ели, потому что нечего было. Хлеба ни еде, кусочка достать нельзя было, все. Вот мы работали в колхозе, и я уже пошла работать. Нам колхозе деньги не платили, нам ставили трудодни, палочки. Если зародила, вот, рожь в колхозе, в бригаде, там, ячмень, пашаница, вот на эти палочки нам там давали килограммы сколько. Были свои жорные поделаны мельницы, на которые мололи эту рожь зерно, пекли свой хлеб. Вот так вот мы жили. Не дай бог, ни вам, ни вашим детям, не то, что испытать, даже вот слухать вот такое, что я вам рассказываю. Колодки сделаны, колодки. Вот у нас вон там колодка есть. И в еее набивалось вот такими, вот такими железо. Значит, колодка, такой штырь, а тут прорубливали дырку посреди, ей оставили колодку эту. И потом набивали, набивали вот эту колодку, вот, ну, у нас вон там он стоять. Набивали железо, и сверху такую надевали, и делали такую вот ручку, тут отверстие, сюда засыпаешь зерно. Ручкой эту, а там, там набивали железо такими, такими внутрь забивали, ну, вот такой вот толщины примерно. И на нижнюю колодку набивали, и на верхнюю, и делали ручку, а тут отверстие посреди. Туда засыпаешь зерно, зерно там рассыпается ты ручкой, крутишь эти жерны, а оно там мелится, потому что там железо понабито было. Вот как мы жили. У нас выходных не было. Это самое, значит, людей мало было, не успевали убирать. Мы ходили, ночами работали, сортировали. Вот. Теперь возили, раньше ж, раньше ж не комбайн убирал, а руками жали. Вот, возили, с напыно ночью, потому что людей не было, не успевали. Угу. Угу. И это... Ну, людей было мало, не успевали убирать, ходили ночами убирали. Угу. А когда выходные появились уже? Не было, не было у нас выходных. Вообще не было? Даже ночами, да, даже ночами работали. Сортировали ночами, вставали. Я даже вам расскажу вот такой предмет. Вот сижу, нагруживаю на лошадях. Значит, жито жали руками, с напы были. И вот эти с напы не успевали, людей мало было. Ночью возили, с ноговали на лошадях. Угу. И это самое... И я вот сижу, сижу, я нагружала. Вот нагрузила, его повезли. Я сижу, и вы представляете, вот идёшь шаг, шаг, шаг в белом. Я одна. Я детёнок была. У меня страх такой. Ну, он как и шёл, это был домовой. Как тогда рассказывали, были ж домовые, всё. В поле? Да, да, да. Он как и шёл, так и пошёл. А к нему как-то обращались? Ему что-то говорили? Да какой? Я сижу, я сижу, нагрузила воз, повезли. А я сижу, вот, у бабки там, рожь там нажатая. Я сижу, никакая. Он как и шёл, так и пошёл. Он, он меня не трогал, он ничего... Но, насколько это было страхом, понимаете? Раньше ж домовые рожь дожинали. Вот, значит, ай, тебе зажал домовой рожь, тебе пора езжать. Значит, вот, рожь посеяна. И во ржи, ну, вот такой примерно ширины, поотпалено были. Вот, отпалена дорожка такая, что рожь, просто отпалена. Это, говорят, домовой начало зажинать рожь. Пора уже рожь сжать. Понимаете? А если раньше времени вот это вот увидели? Раньше времени нет. Он вовремя всегда делал домовой, понимаешь? Это домовой назывался. Это был хозяин полей. Сейчас никого, ничего нету. А в доме есть домовой, например? И в доме есть домовой. Вот тут. Был домовой, давно, сейчас не знаю. Да, да, были домовые, понимаете? Но они как, они хорошие или они вредить могут? Да, домовой. Мы ж его не видали. Мы его не видали. А чули? Ну вот, ну как вот чули? Ну, вот, значит, а, рожь пора, вот я вам сказала, а, рожь пора жать. Домовой уже начал жать. Вот дорожку он сделал, это домовой уже начал жать. Значит, рожь пора зажинать. Ну, и в доме был домовой, но его никто никогда не видал. Может, слышали, что он там стукнет, грюкнет или что? Я говорю, может, слышали, что он вроде чем-то стукнет, чем-то там шумит. Он дома жив, но он плохого никогда ничего не делал. Понимаешь? Ну, а когда какая-то вещь потерялась, то как-то что делают, например? Ну, как? Ну, я даже не знаю, как вам объяснить. Домовой примерно, он в доме хозяином был полным. Так что, как вам рассказать, что вот он... Он в каждом доме был. Ну, а что он... Что он делал? Ну, я думаю, что не видал. Ну, а что он делал, например? Ну, что он делал? Ну, как вам... Вот как вам объяснить? Он... 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 Ну... Ну... Я даже не могу объяснить. Ой. Он... Все начинал... Вот начинается рожа женаться. Вон проходит след. Вот дорожки, может быть, слыхали, как рассказывали. А вот... Рож посеяна. И во ржи... Вот примерно такая дорожка, как опальна. И бывало говорить, это домовой начал зажаток. Он уже начал зажать, значит, пора, время, пора убирать эту рожь. Вот. Вот такие были дела. Так что... Нужно справиться.